с восьмилетним опытом и стажем первый раз когда меня позвали в сетевой бизнес это было очень очень давно это было восемь лет назад и я оскорбилась то есть я посчитала что почему люди вообще меня позвали в сетевой я искренне верила я даже не знаю откуда у меня это было убеждение но я искренне верила в то что сетевой это для лохов что это какие-то бабки они куда-то что-то носят в общем вот такое представление у меня бизнесе было и я обиделась я обиделась и отказалась конечно же но как любой адекватный человек когда мы что-то слышим в первый раз мы потом за этим начинаем наблюдать я такая думаю у меня бизнес есть своем это магазин женской одеждой я в инстаграме зарабатываю на рекламе хорошо вообще зачем мне сетевой и это точно не мое я благополучно отказалась и ушла но я стала наблюдать за людьми которые до развиваются в этом и пришла к такому выводу что наверное я не попробую никогда не узнаю потом наступил такой момент критичный меня кинули на определенную там сумму денег и вариантов не было нужно было где-то зарабатывать деньги где-то зарабатывать деньги без больших вложений где я здесь и сейчас не имея каких-то возможностей там связи богатых родителей папиков и всего остального могу прийти и начать зарабатывать деньги и этим спасением в тот момент для меня был сетевой бизнес в другой компании это было восемь лет назад заходила я в компанию которая уже была на рынке ей было по моему 18 лет уже то есть рынок уже был переполнен тем не менее я пришла я пришла в компанию и буквально через пару дней его было день рождения компании и мне наставники мои говорили слушай купи билет обязательно нужно сходить на этот день рождения и тешка ты мне мешаешь обязательно нужно сходить на этот день рождения будет круто будет классно я категорически отказывалась потому что пять тысяч на билет у меня не было я думаю какой день рождения компании вообще не знаю что такое сетевой бизнес еще века про какой-то день рождения говорят но я туда в итоге пошла и я охренела просто от того что я увидела короче у меня всегда была мечта может быть у вас тоже есть такая мечта это большое окружение классных ребят не знаю как знаете в американских фильмах когда вы смотрели американские фильмы вот эти вот там ребята они вместе куда-то ездили летали собирались отдыхали но в реальной жизни такого сделать невозможно да где вы видели компании я не знаю там в 20 друзей которые куда-то там вместе ездит такого нет нигде и я вот пришла на вот этот вот короче на свою мечту на деньги и на путешествие потому что вы знаете меня очень хорошо вы знаете что я очень сильно люблю путешествовать и я пришла на это я приезжаю на это день рождения компании вижу людей которые находятся вообще в зале смотрю на сцену я ничего не могу понять я попала на красную ковровую дорожку в голливуде или вообще что со мной происходит потому что огромное количество бабушек не знаю мы женщин детей мужчина разных возрастов красивых не очень полненьких худеньких разных все красивые все нарядные сцена я сидела в самом 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 конце сцену зала в самом последнем ряду я видела весь этот масштаб я охренел от того что я увидела именно именно это меня включила да вообще в бизнес и за полтора месяца я закрыла квалификацию при которой дают бесплатный автобонус до машину потом я ушла в другую сетевую компанию все в нее переходили я ушла в нее тоже не сразу это была компания greenway все думают даже до сих пор что в компании greenway нет я являюсь компань партнером компании его продукт и я работаю здесь сейчас я долго не хотела идти в greenway потом я через какое-то время туда пришла но так как я человек который занимается всегда тем то что ему очень нравится я должна гореть то чем я занимаюсь до многие люди почему-то когда видишь что-то у меня в инстаграме думают что искренне верят в это что я это рекламирую но я не я человек настроение если мне что-то не нравится если мне что-то не подходит к сожалению большому там или к счастью я не могу это делать и проработав там в компании какое-то время я поняла что это не моё мне не подходит продукт мне не нравится там какие-то еще вещи хотя я прекрасно отношусь ко всем там компании в которых я была благодарна за опыт который я там получила как то есть к чему я это рассказываю что каждый человек выбирает свое то что ему нравится кому-то молодой человек такой подходит кому-то не подходит также и с работы также из компании я благополучно туда оттуда ушла и потом появилась компания его мне серёга гайдар мой наставник с артуром мотонисом начали звонить и говорить кристина открылась новая компания сетевой это твое компания молодая давай погнали первое о чем я подумала нет мнения нет у меня все нормально консультации по нумерологии реклама в инстаграм я не хочу второе о чем я подумала блин я же тогда мечтала когда пришла в компанию предыдущую которой уже было 18 лет я же мечтала о том как было бы круто если бы я пришла в начало я бы пришла в начало компании я была бы у истоков этой компании и все эти люди которые сейчас есть они могли бы быть у меня в команде блин почему вот так я очень долго короче металлась прийти не прийти прийти не прийти мы в итоге встретились с ребятами они мне дали наш замечательный продукт он выглядит очень красиво я вам покажу они микро чудали всякие разные коробочки попробовать я пришла домой поставила их на кухню и значит все на этом у меня двухэтажная квартира вы знаете да и каждый раз спускаясь с лестницы я вижу эту красивую упаковку понимаю что она продает сама себя первое второе понимаю что компания молодая и когда если не сейчас приходить в эту компанию третье я поняла что сетевой это тот бизнес который работает для любого человека у которого есть образование или нет у которого есть деньги или нет у которого есть там не знаю нету связи богатых родителей то сетевой бизнес он для любого человека который готов менять свою жизнь да и готов работать потому что здесь работать тоже нужно я посидела подумала и я решила что я не хочу упускать такую возможность и именно поэтому я пришла в компанию его продукт почему да вообще мой выбор пал на эту компанию потому что первое отличие я не знаю будут ли смотреть сетевики мой прямой эфир но если вы вдруг будете смотреть мой прямой эфир если вы вдруг находитесь там в сетевой компании какой-то сейчас все знают боль сетевика это боковик это вот боковик который ты вечно не можешь закрыть не можешь закрыть квалификацию здесь нет боковика здесь сейчас на данный момент самые большие выплаты по сравнению с другими сетевыми компаниями компания молодая она всего лишь этом девять месяцев через два месяца до будет год компании будет день рождения компании и еще есть очень много то есть автобонусы причем не один автобонус а несколько нам выбор ты можешь забрать mercedes можешь забрать бмв можно брать ауди можешь забрать тесту и все сложив эти факторы естественно я понимаю что я хочу здесь зарабатывать деньги я не хочу упустить эту возможность я не хочу упустить вот это потом сидеть и жалеть и естественно я включилась многие люди не верят в сетевой многие люди считают что это развод что это не работает что в этом бизнесе могут состояться только не знаю блогеры хотя блогеров сетевом бизнесе один процент то есть 99 процентов это обычные люди и сейчас я немножечко да хочу вас вверх ввести в курс дела что такое вообще сетевой бизнес почему я здесь и какие перспективы для вас конкретно здесь да у меня в команде вы можете найти первое я не знаю сейчас на данный момент ни одного бизнеса который человек может начать без вложений то есть в любой бизнес это какое-то энное количество денег это закупка либо какого-то товара либо вы должны там не знаю зайти на вал берез что угодно вы можете сделать туда обязательно нужны деньги получится это у вас или не получится это большой вопрос да нужно иметь опыт в чем-то чтобы в этом разбираться сетевой бизнес отличается в том что это такая вы странная уже годами система не нужно изобретать велосипед ты просто приходишь ты приходишь ко мне в команду у тебя есть я я являюсь твоим наставником и моя основная задача научить тебя заработать деньги то есть я не заработаю ничего моя работа будет плохо выполнена если ты не начинаешь здесь зарабатывать деньги дальше я не знаю ни одну работу на данный момент где тебя целая команда людей поддерживает подбадривает восхищается тобой выравнивает твой моральное состояние не знаю поздравляет тебя такого нет да только вот в сетевом бизнесе человек получает признание на сцене человек получает большие чеки люди получают просто огромную поддержку да мало того что человек начинает менять свой образ жизни больше зарабатывать становиться здоровее еще и такая мощная поддержка дальше я не знаю ни одну работу где так что там так ладно вопросы я потом прочитаю про личную жизнь на вопросы мне пишут а я не знаю ни одну работу где тебе дарят бесплатное путешествие и ты вместе с другими людьми которые с которыми ты работаешь бесплатно летишь не знаю на какой-нибудь остров на сейшелы там не знаю на шри-ланку в турцию куда угодно я не знаю ни одну работу где человеку могут подарить бесплатно машину на которая будет у тебя в собственности на которой ты будешь кататься которую ты можешь продать ты сможешь делать с ней все что угодно то есть понимая все вот эти факторы я понимаю что я хочу это транслировать через свой инстаграм именно поэтому я выхожу из сегодня в прямой эфир чтобы как можно больше людей узнала про сетевой и как можно больше людей возможно начала менять вообще свой как сказать свое видение и свое отношение к сетевому потому что я точно так же как возможно и вы раньше была самым лютым хейтером вообще сетевого бизнеса я вообще там хуесосила прошу прощения за выражение просто сетевиков я считала что это какая-то секта это какие-то непонятные странные люди но тем не менее разобравшись до сетевой остается со мной навсегда и сетевой для меня это то что очень безопасно то есть инстаграм мой инстаграм или там instagram любого человека он сегодня есть завтра его может не быть работа на которой вы работаете до официально там в найме она сегодня есть а завтра может не быть бизнес в телефоне бизнес онлайн это то что сейчас в данном как как данной ситуации в данных реалиях это очень стабильно почему вот например я собираюсь переезжать в барселону если бы у меня например был какой-то свой традиционный бизнес там допустим интернет-магазин или там не знаю физический магазин женской одежды до который у меня был чтобы если я захочу переехать мне нужно этот магазин либо продать либо найти какого-то человека которому я буду очень сильно доверять но 21 веке они знают такого человека найти и то есть если я хочу улететь мой бизнес все прекращает работать сетевой бизнес работает каким образом я могу переехать в любую точку мира в любой момент и мой бизнес останется со мной потому что мой телефон он всегда будет со мной дальше ко мне в команду приходит огромное количество девчонок мамочек в декрете вот у меня есть в команде да не хочу ничего продавать и не втюхивать ты можешь ничего не продавать и не втюхивать и отвечу да сразу на вопрос ты можешь это не делать но поймите одну простую вещь каждый человек который не хочет ничего продавать он продает себя в найме наверняка ты кто написал да вот этот комментарий они успела прочитать твое имя работаешь на какой-то работе я тебя хочу расстроить или удивить но ты продаешь себя в найме ты продаешь свое время в найме время это самый ценный ресурс который вообще есть у человека до время она убежит она никуда назад его отмотать нельзя и либо ты включаешься вообще в реале 21 века и понимаешь где ты можешь заработать деньги начинаешь зарабатывать деньги это может быть не сетевой да это может быть какой-то другой бизнес но где обычный человек может заработать без вложений повторюсь это именно сетевой ты либо разбираешься в чем-то либо ты продаешь себя в найме и еще один такой интересный забавный момент я не хочу ничего втюхивать я ничего не втюхиваю компания л выпускает продукт который полностью вписывается в мой образ жизни я слежу за своим здоровьем я слежу за своим питанием все люди в моем окружении не знаю там пьют чай все люди в моем окружении моют голову шампунем все люди в моем окружении моются гелем для душа все в моем окружении люди едят компания его она полностью вписывается в мой образ жизни то есть я не делаю что-то специальной да я ничего не втюхиваю то есть как сработало вообще например у меня есть вот у нас флагманский да продукт брейншторм многие люди когда выставила рилс начали угорать с этого что типа ой как какие-то там стики просто могут помочь ребятам синдромом дцп ребят я с гордостью всегда говорю что я сетевик объясню почему потому что можно очень долго смеяться с людей которые там не знаю в тик токе до 13-летние дети зарабатывают миллионы рублей но прошу прощения не знаю какая-нибудь кассирша в пятерочке я не хочу не да не умолять ничью профессию но тем не менее зарабатывая 50 тысяч рублей она искренне верит что этот парень стик тока занимается какой-то херней ну давайте мы просто до взвесим там за и против мы либо чему-то новому открываемся и изучаем что-то новое либо мы сидим самые умные самые бедные самые не знаю правильные и просто как бы считаем что мы во всем правы так вот вернемся к этому куда продукту к нашему наш продукт он действительно помогает людям синдромом дцп до улучшить качество жизни у людей проходят боли там в теле в голове и работая с таким продуктом который выполняет производит компания его мне работать очень легко потому что мои родители начинают мои бабушки мамы папы и тети пользуются до продуктом компании его не потому что это нужно сделать не потому что это надо делать а потому что они хотят улучшить свое здоровье моя мама пьет наш бренд шторм она рассказывает она увидела улучшение до в своем здоровье она рассказала об этом своим подружкам подружки начали покупать потому что у людей как работает неужели вы не знаю посмотрев какой-нибудь классный фильм в кинотеатре не звонили своей подруге или другу и говорили братан слушай вышел новый форсаж погнали сходим фильм крутой трейлер классный наши любимые актеры погнали я вас хочу удивить но вы в этот момент продали этому человеку этот фильм если вы нашли не знаю какое-нибудь средство классное которое выводит классно пятна там с носков ваших детей вы звоните подруге и говорите маша я нашла классное средство но очень круто отстирывает носки можно больше не ругать детей вы в этот момент продаете это средство но вы с этого ничего не зарабатывать и люди в течение дня очень много всего продают не знаю звоните вы своей подружки и рассказываете какой ваш бывший козел мудак неплохо с вами поступил вы в этот момент продаете этого человека как плохого человека только с этого тоже ничего не зарабатываете сетевой бизнес устроен именно так вы просто делитесь с людьми те чем как бы вы занимаетесь и с чем тем чем вы пользуетесь сами я лично никого не за не заставляю никому ничего не втюхиваю я кайфую от работы и все получается не получится может только я не знаю у какого-нибудь валенка у которого совсем какие-то проблемы не знаю с пониманием с головой получается у людей не знаю нас есть команде данные девчонки да у которых девять детей и даже у них получается да мамочка девятерых детей наверняка ну как бы у нее были все факторы сказать нет что у нее нет времени но даже у нее получается зарабатывать 90 тысяч рублей в месяц и она прекрасно себя чувствует так вот возвращаемся до к сетевому бизнесу и какие боли он может закрыть наверняка кто-то из вас работает в найме а скорее всего большинство людей работает в найме в найме есть потолок дохода и да вот настя пишет наш продукт самый лучший кстати нас если хочешь присоединяйся к прямому эфиру сейчас я посмотрю ты делала запрос не это не дело пока что запрос многие люди заработают в найме у вас есть потолок дохода какая-то дополнительный источник дохода обязательно должен быть это просто ваша страховка не знаю возможно у вас есть дети и вы очень хотите заработать на няню и вам нужно просто 20000 рублей сетевой бизнес велкам 20000 рублей вы можете заработать в первый месяц возможно вы бизнесмен и вы хотите больше денег здесь велкам вы можете зарабатывать я не буду давать вас пугать цифрами но здесь вы можете зарабатывать и миллион и 2 и 3 и 5 и 10 возможно у вас есть кредит и вам нужно его закрыть но у вас нет вложений у вас нету не знаю каких-то денег до чтобы начать какое-то свое дело так вот сетевой бизнес именно тот бизнес где любой человек без каких-либо вложений там навыков и всего остального может заработать деньги сейчас компания его она только-только зарождается и сейчас самое время приходить в команду потому что потом вы в любом случае увидите в своем окружении людей которые будут заниматься эвой которые будут заниматься каким-то другим там сетевым бизнесом и вы просто пожалеете так как пожалела например я что я не говорю почему я не согласилась на это предложение сразу когда мне звонил сергей говорил блин крис компания только открылась погнали с нами я такая нет 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 естественно я тоже жалею что я потратила там полгода так настя 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 ты мне настя если ты смотришь прямой эфир ты хотела подключиться но я не вижу что ты кидала запрос то сейчас заходить в сетевой самое время что вы получаете до приходя в сетевой наставников то есть меня эта связь со мной вот девочки с моей команды да не дадут соврать эта связь со мной 24 на 7 это созвоны там с вашими людьми это помощь во всем это доведение вас дать до результата вы получаете готовую систему обучения нет такого что я родилась и стала сетевиком нет такого что я родилась и стала продажником не было такого я тоже не умела продавать я так думала что я не умела продавать но продавец это очень престижная высокооплачиваемая работа которой можно обучиться и мы этому обучаем и заходя сейчас в бизнес вы можете уже через месяц вместе со мной пойти на день рождения компании его прийти на сцену где вас будут поздравлять вы не просто не представляете да какие это ахрененные просто не знаю ощущения мой опыт сетевого бизнеса до в других сетевых компаниях он мне показывает что на данный момент компания его это единственная компания так что всех это очень что-то 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 ладно потом прочитаю то есть приходя в компанию мой опыт до сетевого бизнеса с предыдущих до компаний вывод какой в компании его самые большие выплаты в компании его действительно настолько крутая вообще обстановка настолько крутой комьюнити где у тебя поддержка идет со всех сторон то есть я не видела в ни в одной предыдущей компании до этого настолько сплоченного коллектива вы будете стоять до истоков компании представляете вот там через два года когда уже там компания будет такая уже до большая где будет больше людей чем чем сейчас сто процентов где будут люди из вашего окружения возможно вы будете сто процентов очень жалеть я пришла к какому выводу что я хочу делать прямые эфиры по бизнесу именно по бизнесу примерно раз в неделю где я буду разматывать всякие разные боли сейчас я вышла дав прямой эфир вообще объявить о том чтобы все уже наконец-таки узнали что я являюсь партнером компании его продукт не какой-то другой компании что я являюсь уже топ-100 компании его что я являюсь акционером компании я закрыла квалификацию при котором при которой я стала акционером компании и стала получать процент со всего товарооборота компании и сейчас самое время потому что я ищу сильных лидеров, которых я хочу довести уже в месяце сентября до чека в минимум в 50 тысяч рублей, и которых я хочу вместе с собой позвать на сцену для того, чтобы их благополучно, красиво, ярко, красочно поздравили со сцены. Можно сидеть сколько угодно, отрицать, жрать булочки, чесать жопу на диване, считать, что я самый умный, что везде обман, что все это там неправда. Но тогда у вас в жизни ничего не поменяется, и ничего другого, кроме того, что сейчас есть у вас в жизни, не будет. Мы работаем официально, мы платим налоги, поэтому никаких, как сказать, преград для того, чтобы просто прийти, я считаю, что нет. Есть, например, такое возражение, что, а если у меня не получится, не получится у меня в команде, если ты будешь находиться у меня в команде, не получится просто невозможно, потому что я тот целеустремленный человек, который просто возьмет тебя за шкирку и приведет тебя к результату. Как вообще строится бизнес в компании Эва? Представьте, что сейчас ты, вот кто смотрит мой прямой эфир, стала моим партнером. Как это выглядит? Например, мы с тобой хотим открыть магазин. Я тебе говорю, там, привет, Даша, я хочу открыть магазин здорового питания, там будут скрабы, еда, протеин, не знаю, витамины, бады. Давай ты будешь моим партнером. И мы с тобой просто открываем без вложений тебе магазин в твоем городе, тебе никуда не нужно приезжать, переезжать, тебе ничего не нужно закупать, тебе ничего не нужно куда-то нести. Ты просто, сидя у себя дома, на работе, не знаю, в офисе, в ванне, в туалете, на диване, на отдыхе, где угодно, открываешь свой собственный магазин с охренительным продуктом и начинаешь работать без вложений. То есть компания, все риски, да, она взяла на себя компания, она делает сайт, компания занимается логистикой. Я лично ничего не закупаю, никуда не несу и ничего этого не продаю. Я думаю, видя меня, понимая вообще мой образ жизни, понимая, что я классная, красивая девчонка, у меня все в порядке с деньгами, у меня все в порядке с мозгами. Да, я думаю, вы будете, ну, понимаете, что я такой херней заниматься бы точно не стала. Поэтому компания все риски берет на себя, вы ничего не закупаете, никуда ничего не носите, ничего не перепродаете. У нас есть офигенный сайт, вы же заходите, да, наверняка на Валберес. Вы работаете на своей любимой работе или нелюбимой работе, зарабатываете там свои любимые денежки. Потом эти денежки в конце месяца вам приходят на карту, либо в конвертики. И мы эти денежки идем благополучно тратить на чужие бизнесы. Заходим на Валберес, начинаем там скупать все бесконечно. Не знаю, ходим в кино, ходим в магазины, покупаем витамины в аптеке и тратим эти деньги. Так я вам предлагаю прийти ко мне в команду, стать моим партнером, открыть вместе со мной без вложений магазин и зарабатывать с этого деньги. То есть понимаете вообще, насколько круто разработана система сетевого бизнеса? Я повторюсь, что я не знаю ни одного такого места, где сейчас вы можете вот так с легкостью зайти и за первый день заработать 10 тысяч рублей. Вот Настя, которая писала здесь мне про продукты, она находится в моей команде. Настя пришла и за три дня заработала... Сколько это она заработала за три дня? Мамочка в декрете. 7500 она заработала за три дня. Мамочки в декрете у меня зарабатывают по 29 тысяч рублей. Просто сидя дома, ничего не делая сверхъестественного, зарабатывают к себе, к своему там, да, декретному, не знаю, отпуску, либо к своему там, к своей работе дополнительные деньги. Если вдруг вам нужны деньги, я вам просто искренне рекомендую прийти в Эву, прийти ко мне в команду. Если вам вдруг не нужны деньги, я могу скинуть в сторис номер своей банковской карты. Пожалуйста, если вам вдруг не нужны деньги, скиньте мне, мне очень нужны деньги. Я очень люблю денюжки. Если вдруг у вас все в порядке и вы искренне верите в то, что деньги вам не нужны, пришлите мне 1100 на карту, я буду очень рада, мне деньги нужны. Если вы вдруг не можете прислать мне на карту сотку, я рекомендую вам прийти ко мне в команду для того, чтобы у вас была эта лишняя сотка. На самом деле, если говорить без смеха, я предлагаю каждому человеку задуматься сейчас о такой вообще вещи. Представьте, что, не дай бог, сейчас вам позвонит ваш близкий человек, ваш родственник, ваши родители, ваша сестра, кто угодно, и скажет о том, что у меня какая-то страшная болезнь и мне срочно нужны деньги. Вы наверняка видите часто в инстаграме сборы на маленького ребенка, сборы на какого-то другого человека. А вот вы теперь просто на секундочку, закройте глаза и представьте, вам звонит ваша мама и говорит, ребят, дочь или сынок, у меня нашли там страшную болезнь, и мне вот срочно нужен миллион рублей. У вас есть сейчас этот миллион рублей, чтобы взять и помочь своим родителям? Или, глядя на своих, возможно, уже пожилых родителей, неужели вам не хочется, не знаю, отправить их куда-нибудь на море? Неужели вам не хочется помочь им закрыть какие-то кредиты? Неужели вам не хочется нанять няню, чтобы просто хотя бы два часа в день вы могли уделить себе любимой? Неужели вам не хочется купить ту самую заветную красивую сумку, о которой вы давно мечтали? Неужели вам нравится ездить на метро? Неужели вам нравится ездить в маршрутках? Неужели вам нравится находиться на том уровне жизни, на котором вы сейчас находитесь? Неужели вы никогда не мечтали, не знаю, побывать на Бали, увидеть океан? Неужели просто вот люди ни о чем не мечтают? Наверняка вы о чем-то мечтаете, но почему-то ваши мечты, это остаются, знаете, на уровне мечт. Вы смотрите телевизор, или вы заходите в Инстаграм, вы смотрите сториз людей, и вам кажется, что океан, что хорошая дорогая немецкая машина, что хорошая вкусная еда, это где-то, знаете, какая-то параллельная реальность, какая-то параллельная вселенная, это где-то в Марсе. Мне кажется, что, ну, очень глупо так думать. Там какая-то девушка мне написала, что глупый пример про детей, не в себе, что ли, ужас. Дорогая моя, я тебе могу сказать, что не дай бог, да, вообще случится с кем-нибудь такая ситуация, но если вдруг случится такая ситуация, наверное, тебе нужно подумать, если у тебя сейчас в запасе как минимум 300 тысяч рублей отложенных, это первое. И второе, если у тебя в запасе какая-то работа, где ты здесь и сейчас можешь заработать деньги. Можно сидеть и говорить фу-фу-фу, какие ужасные примеры, какая Кристина там, не знаю, ужасная и говорит такие неприятные вещи, но, к сожалению или к счастью, в нашем, да, жизни возможно все. Тем более, там, живя в 21 веке, возможно абсолютно все. Я вам просто рассказываю абсолютно разные ситуации, которые могут случиться с людьми. Я вам расскажу, да, пример такой, я вам сказала, не очень положительный. И сейчас расскажу вам пример положительный. У нас в компании Эва работает женщина, которая живет в маленьком поселке, и в этом поселке находится 600 человек. То есть 600 человек живет, деревня 600 человек. У нее там нету ни сдеков, ни почты, ничего нету. И у этой женщины 9 детей, 9 детей. Эта женщина зарабатывает в компании Эва 90 тысяч рублей. Она таких денег вообще не видела никогда в жизни, вы понимаете? Ну, живя в деревне, где 600 человек, для человека, у которого есть 9 детей, это огромные деньги. Где моя хорошая ты, которая пишет мне фу-фу-фу, ты можешь сейчас заработать такие деньги? Я думаю, что нигде. Вернемся, да, к мечтам, к каким-то там, да, вашим вообще потребностям. Я думаю, наверняка меня сейчас смотрят мамочки в декрете, которые... Спасибо большое за комплимент. Которые очень хотели бы свозить своих детей на море. Или которые хотели бы нанять няню, чтобы, не знаю, там, да, немножечко восстановиться, побыть в тишине, воспитывать своих детей с любовью, отдать своего ребенка в лучший садик, отдать своего ребенка в лучшую школу. Можно сидеть и думать, что я самая умная, и говорить фу-фу-фу. Дальше. Вот там какой-то человек, вроде бы это был парень, написал мне комплимент. Хорошо выглядишь. Мне 33 года. И я охренеть, как хорошо выгляжу, я считаю. И я безозрения совести вам об этом говорю. Почему я хорошо выгляжу? Ребят, чтобы хорошо выглядеть, нужны деньги. Чтобы ходить к хорошему косметологу, а не к подружке, которая выучилась и на дому тебе колет, да ботокс в лоб. Чтобы хорошо выглядеть, нужно ходить в салоны красоты, где тебе хорошо сделают волосы, где, не знаю, пойти в какой-то магазин, где ты можешь купить тебе хорошую одежду, хорошая еда, хорошая медицина. Это деньги. Я пью витамины и я пью БАДы. Чтобы выглядеть хорошо в 33 года, чтобы твое лицо не обвисло до колен, чтобы твои волосы, там, не знаю, были здоровыми, ногти и все остальное. Это витамины. И это то, что выпускает компания ЭВА. Это то, чем я пользуюсь каждый день. Возвращаемся снова, да, к мечтам. Вот у меня есть мечта. У меня есть мечта. Я вам уже сказала, что моя мама... Я ей привезла продукт. Она его попробовала. Я ей не говорила приходить ко мне в команду. Я ей не говорила ничего, говорить про этот продукт своим друзьям и знакомым. Но моя мама, увидев на себе результат, что человек обычно делает. Блин, Маш, прикинь, мне там, не знаю, кофту там подарили. Прикинь, Маш, там я, блин, не знаю, вылечилась там от чего-то. Прикинь, там, Маш, у меня голова перестала болеть. Естественно, моя мама, пропив продукт, поняла, что у нее нормализовался сон. Что она стала более сконцентрированной. Перестала болеть голова и еще много разных там, да, вещей. Она стала просто своим подружкам рассказывать про это. Ее подружки стали ей говорить. Ларис, слушай, а где ты купила? Я хочу, типа, тоже себе. Я хочу купить там коллаген. Я хочу купить это. Я хочу почистить там кишечник, почки. Моя мама стала их этих людей отправлять ко мне. Эти люди стали покупать у меня. Моя мама, так как умный человек. Горжусь своими родителями, кстати, да. Я думаю, вы видели тоже, как выглядит моя мама в 52 года. И я хочу вам напомнить, что это все денюжки. Если бы не было денежек в 52 года, так выглядеть было бы невозможно. Так вот, эти все подружки моей мамы стали покупать у меня продукт. В какой-то момент моя мама звонит и говорит, Кристин, ну-ка регай меня, пожалуйста, к себе в первую линию. Я тоже хочу здесь работать. Моя мама стоит у меня в первой линии. Взрослый человек, который разбирается в бизнесе. Который очень хорошо понимает вообще, что в 21 веке глупо отрицать, что биткоин это не работает, что, я не знаю, там, блогеры это фуфло не работа. То есть глупо, да, отрицать очевидные вещи. Моя мама стоит у меня в первой линии. И скоро моя мама закроет квалификацию голд и станет тоже акционером компании. И вот моя мечта, моя мечта, чтобы мои родители не работали вообще. Чтобы мои родители имели пассивный доход, который они могут получать просто сидя дома, да, и работая с телефона. И моя мечта подарить родителям машину. Но зачем мне ее дарить за свои деньги, если я могу позвать своих родителей к себе в бизнес, да, потому что бизнес, он строится на вашем окружении. И я могу позвать свою маму к себе в команду. Моя мама здесь работает, да, просто с телефона. И компания подарит ей бесплатный автомобиль. Я очень хочу, чтобы моя мама пришла в салон «Мерседес». Ей вручили ключи от машины, чтобы она гордилась мной, чтобы она гордилась собой. И вот это моя мечта, которая греет душу. Дальше про переезд. Я думаю, вы много, да, видели у меня в сторис про переезд. Переезжая в другую страну, я там все буду начинать с нуля. Но у меня есть страховка, у меня есть стабильность, моя стабильность. Это компания Эва. Уезжая в другую страну, я... У меня, кстати, пришла девочка. Это как тоже такой небольшой знак с Испанией. Как девочка, женщина, ей 40 лет. И у нее трое детей, она живет в Испании. И люди с Европы тоже приходят ко мне в команду, они тоже доработают. И вы представляете, переехав в другую страну, не дай бог, что случится. Там, не знаю, специальная операция. Коронавирус, все что угодно. Вам придется экстренно переехать в другую страну. К примеру, мой телефон, мой бизнес всегда со мной. И никакого страха, что я приеду в другую страну, и я не буду знать, чем там заниматься, у меня нет. Потому что я точно знаю, чем я буду заниматься. Мне кто-то настоятельно просит зайти ко мне в прямой эфир. Нет, ребят, я не буду никого добавлять. Прошу прощения. Поэтому, ребят, я сейчас буду закругляться, да, чтобы этот эфир был не очень длинный. Что я хочу? Я хочу, чтобы как можно больше людей просто поверили в то, что можно жить по-другому, в то, что деньги зарабатывать можно не то, что легко, но в легкости, да. То есть здесь работать нужно обязательно. Но не обязательно иметь какого-то папика, богатых родителей, не обязательно вкидывать миллионы рублей, не обязательно влазить в долги, чтобы, да, строить какой-то свой бизнес, не обязательно переезжать со своего маленького города в большую столицу. Все реально. Просто стоит поверить, написать мне, что вы хотите в команду, и я сто процентов вам гарантирую, что вы получите результат. Я сейчас ищу себе сильных лидеров, которых я доведу, да, до результата, чтобы они закрыли квалификацию Gold, чтобы они стали акционерами компании. И это моя основная сейчас задача. Поэтому, если вдруг меня смотрят сейчас сетевики тоже, то сейчас самое время приходить ко мне. Сейчас ко мне в команду заходят очень опытные, очень большие игроки из других сетевых компаний. И вдруг, если вы сейчас зарегистрированы в какой-то другой компании, я никого не переманиваю, я просто вам хочу показать, да, что можно сколько угодно сидеть и топить за вашу компанию, но если вы не зарабатываете в ней деньги, нужно что-то поменять. Поэтому добро пожаловать всем тем, кто посмотрит этот эфир, добро пожаловать всем тем, кто придет ко мне в команду. И, кстати, если вдруг меня смотрят мужчины, я искренне зову вас к себе в команду. У меня, кстати, очень много парней в команде, я очень хорошо лажу с парнями. Я люблю строить бизнес с мужчинами, потому что они очень надежные партнеры. В общем, если вы готовы менять что-то в своей жизни, если вы готовы зарабатывать деньги, если вы хотите зарабатывать деньги, то я не вижу ни одной преграды сейчас заходить в компанию, которая только-только начинает свои обороты, потому что потом вы будете об этом очень сильно жалеть. Буду всех рада видеть у себя. Связаться со мной можно в Телеграме. Я со всеми работаю лично, лично со всеми созваниваюсь по видеосвязи. Работает не какой-то бот. Все девочки всегда, когда пишут мне, говорят, блин, так круто. Ответила мне ты, реально, я с тобой работаю. Нифига себе, блин, Крис, мы на тебя смотрели, и ты с нами работаешь. Ссылка в шапке профиля. Пишите мне. Я в этом бизнесе надолго, ну, на лет 10 это минимум. Моя цель здесь выйти в самые-самые топы, закрывать максимальные квалификации, выводить на сцену своих людей, просто забирать тачки бесплатные людям со своей команды, просто менять жизнь людей. Это моя миссия. Вы знаете, что я нумеровок. Моя миссия вообще, да, я пришла на этот вообще свет, чтобы помогать людям, чтобы менять жизнь людей. Поэтому я очень искренне хотела бы, чтобы все люди, которые сейчас посмотрели мой прямой эфир, написали мне «хочу в команду», и мы начали с вами вместе работать. Лучше бизнеса, чем сетевой, вы точно не найдете. Ребят, вы, когда вообще придете, вы и так кайфанете, вы будете думать, блин, какая я была дура, я реально думала, что это херня какая-то. В общем, если ты хочешь стать моим партнером, если ты хочешь открыть со мной совместный магазин, если ты хочешь, чтобы я помогла тебе во всем, если ты хочешь узнать подробнее про бизнес, если ты хочешь узнать подробнее про выплаты, про маркетинг-план, про обучение, про все фишки и подводные камни, и подробности, ссылка в шапке профиля, переходите в Телеграм, всех буду рада видеть, и давайте уже начинать зарабатывать деньги. Потому что, кто бы что ни говорил, деньги в наше время имеют огромное значение. Знаете, говорят, здоровье за деньги не купишь. Я с этим возражением вообще искренне не согласна, потому что здоровье за деньги купишь. Здоровье за деньги – это хорошая еда, это когда у тебя на карте есть деньги, и ты не стрессуешь, где бы найти там на квартиру, на кредит, на малого своего, там, не знаю, на собаку, на саму себя, в конце концов. Стресс, да, он портит здоровье. Деньги – это походы к хорошим врачам, деньги – это хорошая еда, это отдых не один раз в год, да, несколько раз в год. Поэтому даже здоровье можно купить за деньги. Всех благодарю, кто был на прямом эфире. Я, кстати, так на самом деле боялась выходить в прямой эфир. Что хочу сказать? Что могу завтра выйти в прямой эфир и поотвечать на ваши вопросы. Пообщаемся насчет моей личной жизни, расскажу вам вообще, какие планы у меня о переезде, что вообще у меня в принципе в жизни происходит, потому что я сейчас конкретно вышла по бизнесу рассказать. Давайте буду выходить в прямой эфир часто, чтобы вы больше узнали вообще про меня, потому что я сторисы стала редко вести. Не то, что редко вести, ну, про себя мало стала рассказывать, а мне есть что вам рассказать. Поэтому всем спасибо, кто был на эфире. Эфир я сохраню, поэтому пишите мне, я буду рада видеть вас у себя в команде. Спасибо.